Привет! Как дела? Для тех, кто меня не знает, меня зовут Настя Мищенко. И сегодня я отмечаю свой 40-летний юбилей. Недавно я подсела на женский стендап и думаю, а дай-ка я попробую отметить свой день рождения в этом стиле. Итак, поехали! Я думаю, блин, 40 лет уже о речном думать. Ну да, в принципе, в нашем обществе 40 лет уже бабушками некоторые становятся. В 16-дневную привезли, наверное, умрёт. Не на то напали. В 91-м году случился пуч, развал Советского Союза, всё полетело в тартарары. Отец создал свой кооператив. Благодаря этому наша семья стала богатой. У нас у первых со всего двора появился видеомагнитофон, потом у нас появился первый компьютер. Знаете, ещё такой через кассету на магнитофоне программы «Фокал» и «Бэйсик». И мы там гоняли битона. В общем, было интересно и здорово. Весь его бизнес полетел с горочки, потом его вообще отжали. И денег мы так, в принципе, не увидели. Дачу я люблю с детства. Копать очень сильно люблю. Берёшь лопату по весне и копаешь. Все пять соток копала в основном я. Это у меня был такой фитнес в детстве. Нагрузишь так на себя опять ведер. В рюкзак два ведра, там яблок. Ведро клубники, ведро огурцов. Всё это тащишь на себе. Час до остановки. Потом час в пути. Потом ещё всё это. Основная моя работа была переработать, сделать закатки, сварить варенье и так далее. Знаете, мой самый главный такой шедевр, который мы всегда декламируем при лепке пельменей. У нас уже такая семейная традиция сложилась. Брат от этого стихотворения был в полном восторге. Я вырезала какие-то статьи и фотографии из газет. Почему-то у меня приклеена фотография встречи Горбачёва с Мазовецким о том, что Кашпировский приезжал в Тольятти. Это ещё то время, это уже прошлый век. Меня посадили на это достаточно длинное млекопитающее. Он на меня ещё так посмотрел и типа, ну поехали. Они были очень скользкие, гладкие, такие твёрдые. И они так быстро гнали. А я боялась ещё, что с меня лифчик спадёт, потому что ты вот так вот держишься за их плавник, они тебя везут и у тебя всё абсолютно улетает. Это была первая, единственная иностранная монетка, которую я вообще увидела в жизни. Я хочу такую, давай обменяться. И я говорю, давай. Мне, конечно же, лучше 11 штук, чем одна монетка. Отец в 14 лет посадил меня за рун. Я села и говорю, ну что, как? Он говорит, давай. Я говорю, что давать? Говорит, вот газ, вот тормоз, вот сцепление. Поехали. Я говорю, иди. Нажимай на газ и сцепление. Я нажала. Говорит, а теперь потихонечку отпускай сцепление. Ну я отпустила. Не потихонечку, правда, получилось. И рванула. И в 21 поехала сама в Кировскую область. Была у меня машина-четвёрка, тогда отец стал. И она была на дизельном топливе. О-о-о-о, как надо мной ржали на бензоправке. Они такие, девушка, вам точно дизель? Я говорю, ну да. Такие, ну-ну-ну, давай, зальём. Они вот так вот оба сидят, мужички на бензоправке, и смотрят, как это моя машина поехала на дизельном топливе. Чтобы пианино не пропадало, ну так как брат один играл, я тоже буду заниматься в музыкальной школе. Там нас учили досконально всей классики, и оперы, и симфонии. Во всём мы этом разбирались. Я была второй сопрано, то есть такой средний голос в женских партитурах. Благодаря тому, что я знаю классическую мировую художественную культуру, хожу по современным выставкам и просто удивляюсь тому, что сейчас происходит в мире, как изменилась культура и искусство. Знаете, какие были мои самые любимые уроки? ОБЖ и физра. Да-да-да-да-да. Какие виды бомб существуют, и что делать в случае, если одна из них рванёт, куда бежать и так далее. Если голову пробьёт, как сделать правильную повязку на голову? То есть я вижу на даже больше, чем 180 градусов по бокам, и даже иногда могу увидеть, что у меня происходит за спиной. Этот курс был экспериментальный, экзамены по таким даже предметам, которые мне в жизни бы и не пригодились, наверное. Допустим, у нас была политология, мировая религия, риторика, реклама. Риторика, допустим, мне испортила мой красный диплом. Несколько человек, в том числе и я, конечно же, самый везучий человек на свете, получили два. Единственная тройка в моём дипломе стояла у меня по риторике. Хотя разговариваю вроде бы я чётко. Ни красный, ни синий диплом вообще никак не повлияли на мою жизнь. Никто мой диплом даже не смотрел. Конечно, мне приходилось ездить по ёлкам, выступать то лешим, то клоуном, то ещё кем-нибудь. Нарядили в какие-то руссконародные костюмы, в кокошники. И мы вот с хлебом с солью приехали встречать в аэропорт. Там я работала с КВА-щиками. Какие-то у нас были мероприятия, типа посвящение студенты, студенческая весна, Новый год. И нечаянно она что-то заворачивала в ленинградскую газету и увидела там объявление по продаже квартир. Хорошо бы переехать в Питер, но нет. Там прописка нужна, там всё сложно. Ну, мы продали свою двушку в Тольятти и с приключениями переехали в Питер. Приобрели маленькую однокомнатную квартиру на окраине Невского района. И в агентство по недвижимости я стала приходить периодически, в основном на занятия у нас были по средам. В общем, всё про квартиры, про недвижимость, про налоги и так далее. Всё абсолютно лежит на своих местах. И если какой-то вещи нету на месте, значит, мама наводила порядок. То, что знаете, как обычно у массовиков-затейников, шапка валяется там, договор там, а билеты и афиши там. Мини-отелей в Петербурге было очень много. Просто обычным администратором на ресепшн вели этот отель и держали его в кулаке. Как чётко и досконально он описывает работу отеля, в котором он в принципе не работал. И я полюбила этого автора и очень люблю его книги. И знаете, как увидеть Париж и умереть? Не умерла. Рядом с Эфелевой башней меня местный полицейский пригласил замуж. Мы были практически во всех испанских городах. За 19 дней это такая маленькая европейская жизнь у нас получилась. Не будет цифровых носителей, не будет вообще никакой памяти. Идёшь такой гулять с собаками, они тебе «Монни!» Это качок, кто вы такие? Говорю, ну «Монни!» И ты таким же становишься, идёшь незнакомым людям, улыбаешься. Они тебе говорят «Привет», ты говоришь «Привет». Все такие суровые у нас тут ходят. Все такие у себя что-то варят в котелке, куда-то спешат, какие-то дела у них там происходят в мозгу. А ты такой идёшь, улыбаешься. Люблю всегда быть на позитиве. Конечно, не обходиться без депрессии, стрессов, каких-то рефлексий, знаете, так полежать, подумать, почему моя жизнь сложилась так, а не иначе. Хоп! И уже всё в порядке. Ну, кто видел этот фильм, тот поймёт, о чём я. Всегда мне помогает этот фильм, если я чувствую себя прямо даун-даун. Я за ними постоянно наблюдала. Мне очень нравилось наблюдать, что они делают, кого они там высматривают, выслеживают, и что они делают дальше, когда они махнут палочкой, а машина не останавливается. Что я заехала под кирпич. Причём я заехала, увидела этот кирпич и встала. А я, в принципе-то, ещё пока не нарушила. Надо было просто выехать задом из-под кирпича. А я под кирпич проехала. Ну, они мне, конечно, показали моё красивое видео, как я под кирпич заехала. Ладно, отпустили на первый раз со штрафом 100 рублей. Ну, что может эта девочка? Как она нам продаст многомиллионную квартиру или купит мне в ипотеку дом? В 25 лет я написала завещание. За 5 лет вообще существования меня в агентстве по недвижимости я провела всего 3 сделки, какие-то мелкие, и вообще практически ничего не получила, на что мне менеджер сказала, «Ты неудачница». Ах, неудачница, езжай-ка ты в Англию к брату. Я ходила, у меня глаза светились счастьем, и я впитывала всё как губка. Мы всем классом ходили в ближайший паб. Вот там классно. Вот такое вот общение. В общем, не люблю рестораны. И именно как раз на ресторанах я очень сильно экономила. Один билет в один конец стоит 20 евро. 20 евро — это как бы мне два раза погулять с собаками, два часа. То есть, представляете, за два дня прогулки с собаками я улетела в Испанию. Да, наверное, из-за этого я люблю Англию, потому что она мне даёт возможности, даёт возможности делать то, что я хочу, ездить куда хочу, ходить куда хочу. Языки мне даются очень тяжело. Вообще не даются, можно так сказать. Но надо сказать огромное спасибо англичанам за их доброе отношение ко всем иностранцам. Это сложно объяснить, но языковой барьер я прошла именно в общении с самими англичанами. Даже не в школе английского языка, где нас тоже обучали англоговорящие люди. На русском у нас там ничего вообще, ни одного слова не звучало. Когда общаешься с ними и слушаешь их предложения, конечно, тебе хочется понять, что конкретно имеют в виду, потому что часто бывает так, что ты думаешь одно, а люди говорят тебе другое. Ты также разговариваешь уже с другими людьми теми фразами, которые тебе дали англичане. Просто уже автоматически выговариваешь ту или иную фразу, не думая о том прошедшее время, или постпрошедшее, или недопрошедшее. А знаете, что русские слушают в Лондоне? Да-да-да, именно эти ретро-песни. А рядом с садом брата находился вот этот сад литовца, где он постоянно слушал эту музыку. Одна-единственная песня. Видимо, у него кассета уже, наверное, заезженная была. Постоянная песня. Я буду долго гнать в велосипед. Если честно, наверное, этот вот пофигизм, который в Англии проявляется к людям, вот как ты себя не веди, во что-то не одевайся, не обувайся, не красься. Хоть голым пройдись, никто на тебя даже внимания обратил. Даже английские миллионеры иногда хотят почувствовать себя бомжами. Наряжаются как бомж, что-нибудь подойдут, у тебя спросят change, please. Когда я приехала на королевские скачки в Аскоте, меня леди оплепили и спрашивали, где я закупаюсь? А я закупаюсь в чарити. Добро пожаловать в мир комиссионки. Волосы у меня сейчас вообще шикарные, такие длинные у меня никогда не были. В Англии очень дорого стоит стрижка. На мои волосы фунтов 100. Это где-то 10 тысяч рублей. И вот так вот постепенно они у меня отросли. Сама там что-то пыталась. Мама приезжала, меня там немножечко подравнивала. Знаете, так возьмет, копну и... И все. Прическа готова. Скоро будет седина. Вот как только поет седина, сразу обрежу и покрашу в какой-нибудь там интересный цвет. У тебя такие красивые глаза. Я говорю, какие? Такие, такие, такие блядские. Я говорю, что? Я пошла на фитнес. Тогда было очень модно ходить на фитнес. С тех пор, как я 3 года там занималась и набрала еще 10 килограмм, я решила завязать с фитнесом. И ты идешь туда не для того, чтобы там танец живота, да, изучить там какие-то движения, хотя это тоже было красиво и мне это нравилось. Я не выйду замуж никогда. Хочу, ем сколько хочу. Хочу худею, хочу не худею. Не знаю, не хочу быть плоской, не хочу быть тонкой. Меня устраивает моя внешность. Я всегда просто была большой. Я всегда была высокого роста. И у меня всегда были очень широкие бедра. Знаете, такая образованная и начитанная. Ну, папа там был лет на 25, меня старше, поэтому там ничего в принципе не могло быть, потому что у меня все мои бойфренды были, наоборот, на лет на 5-10, меня младше. Я все шучу, думаю, наверное, мой еще пока не родился, чтобы я за кого-то вышла замуж. Латиноамериканцы — это моя страсть, видимо. Не знаю, почему, наверное, потому что в детстве я пересмотрела много всяких аргентинских, уругвайских сериалов. Как-то вот притягивают меня вот такие мужчины страстные. А я их... Я не знаю, я не могу описать то состояние счастья, которое мне дарит Лондон, но это мой город. Но нет, судьба никогда не дает мне простых путей. Но раз не дается мне Лондон, значит, для чего-то мне надо сейчас побыть дома. Я уверена, что я в Лондон вернусь. Вот у меня... Знаете, когда посылаешь посыл в космос, он у меня постоянный. Я буду жить в Лондоне. Я ничего не знаю. И знать не хочу. Я даже сейчас мысленно живу там.